Здесь, ой-ой, ой-ой-ой, видно. Видно? Да, всё видно. Хорошо. Елена Николаевна, мыслю, что запустили запись, и потом выложим это ещё на YouTube-канал. Хорошо. Хорошо. Какой формат? Рассказываю, а потом вопросы, или же как у вас? Да, давайте так. Хорошо. Ну, начинаем тогда, да, у нас время. Да, всё, можете начинать. Ну, прежде всего, хотелось бы сказать благодарность организаторам за возможность принять участие и рассказать о том, чем занимаются отечественные учёные, изучающие вид спорта, компьютерный спорт, или тождественное понятие киберспорт. Коротко о себе. Научной деятельностью в киберспорте занимаюсь где-то, ну так, более-менее тщательно, скажем так, ну, где-то с 2013 года. Имела отношение непосредственно к разработке документов о повторном признании вида спорта, работала в разных проектах, содержанием которых были те или иные видеоигры, а также был большой углублённый педагогический эксперимент в течение трёх лет с командой по ДОТе. Являюсь председателем управляющего совета и единственной в России школы, где преподается компьютерный спорт. Большую часть своей жизни работала в образовательных и научных организациях ведомства Министерства спорта Российской Федерации. В настоящий момент основное место работы университет Синергия, где заведующая кафедра киберспорта. Это самая крупная кафедра в России, где мы готовим менеджеров киберспорта. У нас в настоящий момент обучается 819 человек, студентов на двух уровнях образования. У нас есть и бакалавриат, единственный бакалавриат в России, и непосредственно бакалавриат по менеджменту. И есть колледж, единственный тоже колледж в России, где мы ведём подготовку кадров по направлению коммерции, непосредственно коммерческие продукты для игровой индустрии и киберспорта. Также работаю в разных общественных организациях, в частности, соучредители Ассоциации развития киберспорта, и международная организация, которая в целом занимается физическим воспитанием, спортивной наукой в рамках региона стран БРИКС. Также в последнее время я работаю ещё в замечательной организации, которая называется «Мобильное электронное образование», о которой я расскажу в конце своего выступления. Как учёной в рамках диссертации, защищённой в 2005 году, я занималась непосредственно интеллектуальными видами спорта, и как они формируют, воздействуют на развитие творческих способностей. То есть наш век, век цифровизации, автоматизация большого количества механической деятельности непосредственно на развитие творческих способностей является и важным компонентом развития человеческого капитала и обеспечивает тот качественный человеческий ресурс. И вот уже работаю тогда, в 2005 году, завершая, соответственно, перед этим несколько лет, при опросах, что такое интеллектуальные виды спорта, я видела, что довольно часто встречался ответ «киберспорт». То есть для меня это было совершенно непонятное, странное явление, и, в общем-то, я не могу сказать, что тогда концентрировала свой интерес исследовательский, но позже, вот уже в 2010-2011 годах, тогда, когда в нашей стране, в Российской Федерации, политическая элита выбрала концепции общественного развития информационного общества, была уже подписана в 2008 году стратегия развития становления информационного общества, появился дискурс учёных, каким же будет спорт информационного общества, какие виды спорта являются предтечей того социального явления, в которое трансформируется спорт в целом, спортивная индустрия, отрасль, со всеми вытекающими, и так вот как-то постепенно пришло осознание, что киберспорт – это как раз проявление того наступающего общества, и мы долго дискутировали, начали концентрировать свой интерес и проводить разновекторные исследования, о которых я расскажу. В марте 2022 года, то есть более года назад, в университете «Синергия» было проведено исследование и издан такой вот как бы сводный аналитический отчёт непосредственно о междисциплинарных исследованиях и тенденциях, и что же происходит в киберспорте. И здесь вот я тезисно показываю, что публикации о киберспорте в целом, как вы видите, растут. Напоминаю, что этот отчёт был в марте 2022, поэтому по 2022 году тут вот вы видите синюю диаграмму, которая вот показывает, что там в 21-м пик наибольшего количества публикаций, непосредственно в РЕНС. У нас публикации разные по разным наукам, и, собственно, есть лидеры отечественных учёных, которые публикуются. Но я бы хотела сказать, что ареал их публикаций больше локализован в нашей стране. В международных индексируемых журналах публиковалась из россиян, из отечественных учёных, группа Андрея Сомова, которая вот при Сколтехе, у них там были разные гранты, и до недавнего времени, последние несколько лет, они не ведут исследования киберспорта, но они сделали определённый задел, и вот их публикации были более так в международных журналах. Те же учёные, которые в России работают, они чаще всего, в общем-то, публикуются и в России, и я не вижу в этом здесь серьёзного какого-то противоречия. Это те люди, которые делают, развивают вид спорта, и я бы хотела уточнить, вот мы смотрим много, что печатают наши зарубежные коллеги. Россия – это та страна, которая первая в мире признала компьютерным спортом. Россия – это та страна, которая запустила первую образовательную программу в высшей школе, и, на мой взгляд, ну, такие серьёзные, точечные, глубокие исследования, в общем-то, делаются тоже здесь. И, ну, как, ценность для науки, она не маленькая, независимо от того, что публикаются непосредственно здесь. Да, наверное, надо, в общем-то, расширять узнаваемость, но невозможно, наверное, и делать науку, и реализовывать образовательные программы, и заниматься своим продвижением, в том числе и в международном сегменте учёных. И я расскажу непосредственно о тех исследованиях, о которых не рассказывают научно-популярные или просто СМИ, да, в киберспорте. То есть это то, что делается в течение последних 10 лет, и об этом мало известно широким массам. Но, на мой взгляд, это важно. Если мы говорим о том, как была сорганизована деятельность российских учёных, изучающих киберспорт, я бы хотела обратить внимание вот на вот эти пять научных конференций. Они проводились ежегодно и проводятся на сегодняшний день в декабре. Они включены, эти конференции, в перечень мероприятий Министерства спорта. Соответственно, имеется рассылка, и все учёные, занимающиеся спортом, они оповещены о том, что проводятся эти конференции. И именно вот эти пять конференций, их работу позволили признать вид спорта повторно в 2016 году. На этих конференциях, особенно вот в 2011, 2012, 2013 году, участвовали практически все вектора наук, ну, по крайней мере, те, кто в Москве работает, кто занимается спортивной наукой, в том числе те, кто категорически против были этого вида спорта. То есть были нормальные научные дискуссии, открытые, иногда жаркие. И, к сожалению, Бринц даже первые три сборника не проиндексированы. Никто тогда особо не заморачивался непосредственно на фиксации проведения этих мероприятий, потому что тогда эти мероприятия были инициативные. И они есть в сборнике опубликованные. И в тот период это проходило следующим образом. То есть это преподаватели Российского государственного университета физической культуры, спорта и туризма, тогда так назывался ВУЗ, и Федерация компьютерного спорта России при поддержке непосредственно президента, тогда Александра Фёдоровича Горбаченко. И вот собирались общественники, собирались представители индустрии, и собирались учёные со своим развитым понятийным аппаратом, знаниями, теории спорта, понимания в том числе тренировочного процесса и околотренировочных процессов. И вот вырабатывали единый взгляд на происходящее. И, собственно, до того, до признания вида спорта уже смогли даже утвердить образовательную программу и начать процесс подготовки кадров, потому что в академической среде среди спортивных учёных крупнейшего спортивного вуза страны уже не было никаких белых пятен, что такое киберспорт, для чего и так далее. То есть программу спокойно утвердили на учёном совете, и в 2014 году она была реализована уже, а не только разработана. О чём я тоже позже скажу. То есть вот хотела бы зафиксировать, что именно проведение вот этих научных конференций в том числе заложило фундамент к легализации вида спорта и упорядочиванию той деятельности, которая есть чаще всего в регионах. То есть это было важно. То есть признание вида спорта, оно позволило региональным лидерам, энтузиастам, которые действительно любят вид спорта и развивают, получить какие-то там легальный статус, легитимизацию и поддержку от непосредственно исполнительной власти на местах. Что же касается сугубо научных исследований, так вот первое инструментальное исследование группы учёных, психофизиологов. Мы выезжали тогда на вот это мероприятие, которое проходило в торговом развлекательном центре Химки. В рамках этого турнира были всем известные команды того периода, был большой ажиотаж. Мы выезжали с отечественным таким простым инструментарием биомыш, который вот я здесь показывала. Он был такой очень удобный, очень понятный для киберспортсменов. То есть 40 секунд палец на вот этой мышке. И в принципе мы видим общее состояние физиологического организма. И плюс мы выезжали с такими чемоданчиками. У нас была серьёзная аппаратура, та, которая исследует спортсмена высокого класса. И каждый спортсмен, за исключением команды Moscow Five, вот Дмитрий Смоленец тогда сам был в оборудовании, но своим спортсменам не разрешил. А все остальные команды участвовали. И весь соревновательный процесс, в том числе, они были с оборудованием. И мы могли потом распечатать и посмотреть, есть ли зависимость от эмоционального напряжения, ну там, критически в каких-то ситуациях в игре, есть ли связь с функциональной подготовкой и утомляемостью, и другие вот эти вещи. Мы как учёные посмотрели. И опять же не придавали значения тому, чтобы тогда это зафиксировать. Поэтому есть только одна статья, где, собственно, говорится об этом эксперименте. Она называется «Психоэмоциональное состояние киберспортсменов перед соревнованием». Написана заведующей кафедрой и преподавателем кафедры физиологии и биохимии Московской государственной академии физической культуры, где, в принципе, говорится о том, что для киберспортсменов высокой квалификации характерно высокоэмоционально устойчивых в условиях соревнований и связанная с активацией парасимпатического механизма регуляции. Ну, как видите, здесь такие, ну, как бы, специфические физиологические термины. Нам же, учёным и пропагандистам киберспорта, тогда было важно осознать и понимать, что да, от функционального развития, от функциональной подготовленности зависит в том числе спортивный результат. И говорить о том, что спортсмен должен заниматься физической культурой для поддержания тонуса и так далее, ну, это наивные такие разговоры, они как бы, то есть, конечно, да, то есть если киберспортсмен серьёзно относится к себе и длительную соревновательную деятельность желает поддерживать на должном уровне, он должен быть функционально подготовлен, а вот тренированность функциональных систем непосредственно достигается определённым двигательным режимом, да, и специальной физической подготовкой, о чём я тоже буду говорить в конце занятия. То есть для нас это в 2013 году было уже как бы, ну, априори, то есть мы понимали, что это так, и разговаривать вот на протяжении ещё 10 лет, чаще всего, когда мы начинаем говорить о киберспорте, ну, как бы, ну, не совсем, ну, как бы, не совсем интересно, наверное, да, потому что надо было заниматься ещё какими-то вещами, и мы двигались дальше. Здесь на этом слайде я показываю разбег, да, вот этих вот полемики, то есть я говорила о том, что 2014 года конференция в Ринце загружена, и здесь вот один из фрагментов, да, вы можете посмотреть, какие исследователи там принимали участие, и какие исследования они, соответственно, выносили на публичное научное обсуждение, то есть это и про компьютерные игры, что это за вид спорта, то есть мы вот к 2014 году там всё, значит, ломали голову, как это хорошо рассказать, и развивающий потенциал компьютерных игр, и зависимость школьников от компьютерных игр, проводили исследования, смотрели, и компьютерная игра, как вспомнился по развитию коммуникативных функций и других видов спорта, да, пенболистов, были представители, вот, Вячеслав Александрович, и киберспорт, и бизнес, да, и так далее. Это 2014 год, фактически почти 10 лет назад, да, и 2022 год, это вот последняя конференция, которая тоже состоялась в декабре, стандартно они проходят, мы всех приглашаем, и там, не только на самой конференции в Кулуарах всегда интересно происходят, ну, разные дискурсы, и, значит, что здесь, вот, что в 2022 году вы видите, и, опять же, и развитие в целом, и обсуждение уже, вот, нового вида спорта, да, фиджитал спорта, компонентом которого, в том числе, является то, что происходит в киберспорте, опять же, профессии в киберспорте для школьников, и стрессу спортсменов в компьютерном спорте, и необходимость присутствия в психологии, и так далее, и так далее, то есть, ну, исследователи движутся, мы можем посмотреть, есть те же, кто и участвовал в предыдущих конференциях, есть молодые ученые, которые только-только начинают осваивать киберспорт, и хорошо бы, чтобы, ну, как, они не делали тот путь, который уже, собственно, был пройден, и учитывали уже наработанные данные, а, собственно, об этом моё сегодняшнее выступление. Ну, и если мы говорим о отечественных ученых, прежде всего, конечно же, надо сказать, Михаил Алексеевич, да, вот соратник по этому исследованию, да, исследованию киберспорта, и помимо того, что там он организовал кафедру, выпуски, ежегодно дипломы, перерост научного знания, в том числе, хотелось бы сказать, что был проделан большой путь в плане рефлексии этого вида спорта, и здесь вот ссылка на статью нашу совместную, с 17-го года, где мы обосновали тот понятийный блок, что такое компьютерный спорт, да, и мы его обосновывали, исходя из теории спорта, мы обосновывали с учётом непосредственно федерального закона о физической культуре спорта, и содержательной части, что есть киберспорт, то есть вот предыдущие конференции нам позволили вот эту формулировку сделать, и я хотела бы обратить внимание, что именно эта формулировка позже вошла в правила вида спорта и является официальной на территории Российской Федерации, и обращаю внимание, чем горжусь особо, что уже тогда, в 17-м году, мы не писали там витерные игры, мы понимали, что есть и другое техническое оснащение, и термин у нас здесь, на наш взгляд, более грамотные видеоигры, потому что даже сегодня киберспорт, уже мы понимаем, развивается не только на персональном компьютере, и, конечно, нам бы хотелось, наверное, это было бы корректно, если бы при упоминании официального определения компьютерного спорта в том числе ссылались на эту нашу статью, потому что это тот след, который мы оставили, наш интеллектуальный след. Коротко скажу про то, что было сделано Михаилом Алексеевичем, и то, что происходит сейчас. В 14-м году, за год до признания компьютерного спорта, видом спорта, даже полтора года, была открыта эта образовательная программа. Первый набор был очень пассионарным, то есть это те ребята, которые поверили в то, что это образование им необходимо, пришли, и очень много было проектной деятельности. То есть ребята приглашены были и на федеральные каналы, то есть и много встреч с общественной организацией, Федерация компьютерного спорта России тогда активно сотрудничала и с Министерством спорта, распространение знаний о себе, то есть просвещая, что уже такое компьютерный спорт. Ребята были вовлечены в различные активности, практику проходили они в департаменте киберспорта Майоро. Ну и, собственно, если проанализировать социальные сети того периода, можно увидеть, что были предоставлены доступ к различным площадкам, и параллельно с этим велись научные исследования. И я буду рассказывать, конечно же, прежде всего про научные исследования. Спасибо. Следующий слайд. Что мы тогда рассказывали и проведённые исследования обобщали, в каких вот тезисах, что мы несли на конференциях, как бы даже не научных, а научно-практических и практических. Мы говорили о социальной значимости, о социальной значимости компьютерного спорта. Мы объясняли, что это, в том числе инструмент для развития профессий будущего. Мы говорили, что появляются, собственно, новые профессии. Внутри этого вида спорта можно смотреть. А также говорили о том, что развитие новых профессий в существующих отраслях, то есть перенос знаний. И если обратите внимание, мы уже тогда, в 2015 году, мы серьёзно говорили про бигдату и другие те вещи, которые у нас лохуются сейчас. И тогда мы уже знали и выявили, и с учёными обсудили, или где-то даже зафиксировали, где это инструментально, возможно, те компетенции, которые формируются у киберспортменов. И, на наш взгляд, это компетенции цифровой экономики, которые, собственно, в 2020-2021 году активно развивала, в том числе университет, 2035 осей. Ну, речь идёт об общепрофессиональных компетенциях, универсальных компетенциях, человека, живущего в цифровом мире, прежде всего. Ну, и плюс мы видели, помимо компетенции, проявление тех или иных свойств личностных, которые, ну, в генеральной выборке среди ребят, которые не занимаются компьютерным спортом, а благо в спортивном вузе есть доступ к спортсменам, в том числе спортсменам высокой квалификации, но в меньшей степени развиты. Мы видели скорость мышления, умение искать информацию, ну и другие, тоже, на наш взгляд, очень важные личностные свойства. А, собственно, в тот же период мы имели доступ, благодаря, в том числе, Александру Фёдоровичу Горбаченко, к командам ТИР-1 уровня и с группами психологов. Мы практически все 8 команд посмотрели, в большей степени или в меньшую. Уезжали группы психологов не только вот Ирина Владимировна Стрельникова, вот психофизиолог, который с нами с 2013 года работал, а ещё и Владимир Фёдорович Сопов. Это один из выдающихся спортивных психологов. Он приезжал, его ученики, мы приезжали на буткемпы, и полный комплекс того инструментария, тех методов, которые приняты для изучения спортивной психологии и физиологии. Научных статей на эту тему мы не писали. Данное у нас есть. Часть спортсменов, которых мы исследовали, соответственно, имеем их психологический профиль и так далее, ещё участвовать на сегодняшний день и с точки зрения научной этики некорректно. Но в тот период мы увидели, что рано ещё делать модельные характеристики, в том числе спортсменам высокой квалификации в киберспорте, а можно говорить только о моделях киберспортсменов высокого уровня. выборки ТИР-2 такой упорядоченной, ну, в общем-то, нет. И в тот период не было, и нам было сложно. А вот проявления индивидуальные, какие-то сверхспособности узконаправленные, мы тогда зафиксировали, и те менеджеры команд, которые посчитали нужным, в общем-то, прислушались и даже делали внутренние перестановки в командах. Ну, это такая невидимая работа, которая делалась, эмпирические данные накапливаются, и мы идём дальше. Непосредственно на кафедре много делалось исследований про то, что в голове киберспортсмена, то есть как основные такие, значит, гипотезы наши были, и было понятно, что, и нам до сих пор понятно, что на сегодняшний день достоверно замерить что-то, ну, не представляется возможным, потому что нельзя мерить электрический ток деревянной линейкой, да, то есть те инструментарии, которые у нас есть, они не совсем подходят для того, что мы там, собственно, изучаем. И мы брали и традиционно вот эти вещи, и на Аэрофейсе там еще более не точно, скажем так, получали какие-то вещи, но тем не менее, тот прирост знаний, которые получили мы в результате этих научных работ, он проявлен. Есть публикация научная, где освещены разные аспекты активности регуляторных систем, там, с бета-ритмом, утомляемостью, есть какие-то даже гипотезы, как тренировать и так далее, но мы видели, что представители профессионального киберспорта ну, как бы не проявляют интереса к вот этим вот исследованиям и не могут строить свой тренировочный процесс с учетом передовых научных знаний. Поэтому работа продолжается, знания накапливаются, и они довольно-таки интересные. И, кстати, мы делали перенос этих знаний для представителей других интеллектуальных видов спорта и получали даже там отклик. Помимо, значит, этого смотрели также ток крови, да, то есть показатели и что происходит, то есть смотрели достаточную или напряженность, и эти все нюансы тоже требуют учитывать тогда, когда киберспорт состоится как киберспорт в профессиональном аспекте. Но знания тоже есть. Если кто-то видит себя исследователем в этом направлении, тоже рекомендую обратить внимание на данную статью и другие статьи вот в этом ключе они опубликованы. на сегодняшний день очень часто я тоже на конференциях слышу непосредственно на мероприятиях вот два дня назад в Министерстве спорта было заседание общественного совета, где говорили о том, что там разные игры по-разному формируют что-то там агрессивное и неагрессивное. Обращаю внимание на эту работу она опубликована в 16-м году, где и Ирина Владимировна и Галина Владимировна а также Егор Леонидович Янкин исследовали две дисциплины это танки и ДОТА-2 да и было зафиксировано научно там хороший такой вот арсенал научных инструментов в чем отличие формирования таких когнитивных способностей и к нашему удивлению у нас была другая гипотеза мы думали в общем-то исходя из того что пишут что ДОТА-2 такая как бы очень развивающая игра мы увидели тогда что танки сложнее скажем так и немножко к другому воздействуют на развитие личностных способностей рекомендую посмотреть исследователям и понимать что это было написано 7 лет назад также группа исследователей в том числе представители значит университета МВД делали ряд исследований есть и ряд публикаций я только одну привожу здесь о том прикладный или киберспорт то есть в чем его польза для силовых структур разной дисциплины тоже смотрели курсанты меряли инструменталочка была то есть ну в общем-то тоже эти работы есть они тогда не очень воспринимались то есть особенно представителями юного юными представителями киберспорта что вот зачем это все надо но на сегодняшний день в нашей реальности уже в 23 году мы должны четко понимать что спорт всегда и 19 век и 20 он был прикладный он имел большое значение для строевой подготовки огневой подготовки управления транспортными средствами и в передовых странах киберспортсмены их свойства в общем-то активно используются для освоения сейчас современными средствами ведения в том числе военных действий и наши исследования этого года и собственно исследования наших коллег в других организациях показывают что у киберспортсмена есть интенсивные функции которые позволяют в разы быстрее осваивать пилотирование беспилотных воздушных средств тоже достоверно это есть сейчас современная публикация на эту тему ну и вот я показываю что притеча вот этого прикладности она закладывалась гораздо ранее да тоже были даже отдельные конференции прикладное значение киберспорта и сборники эти публикованы можно посмотреть здесь я для примера привела одно из исследований если же мы говорим о смысловых значениях киберспорта и студенческом киберспорте на сегодняшний день наиболее развит в России ну наверное все же студенческий киберспорт хотелось бы особо уделить внимание деятельности Нины Валерьевны Корчевной она работала тогда в университете Станкин именно в университете Станкин была создана первая киберкачалка и университет Станкин это был тот первый университет который экспериментировал и зачет автоматом ставил тем кто в этой киберкачалке активно занимался и участвовал довольно успешно в киберспортивных студенческих турнирах но не только они участвовали в студенческих они активно посещали парк Патриот и у них был такой вот хороший движ в тот период ну я говорю в прошлом потому что Нина Валерьевна несколько лет не работает то есть в период ковида она ушла из преподавательской деятельности но ею написано и ряд научных статей именно об особенностях социализации то есть это не инструментальные исследования психофизиологические а такие гуманитарные серьезные то есть она такой очень вдумчивый исследователь и она была аспиранткой одно время Московского городского педагогического университета и прошла предзащиту диссертации в открытом доступе ее диссертация которую она не защитила как раз посвященная студенческому киберспорту она есть можно знакомиться можно ссылаться и на мой взгляд каждый кто изучает студенческий киберспорт должен понимать вот эти истоки потому что в тот период это было конечно очень сложно надо было параллельно делать и исследовательскую деятельность и просветительскую и организационную и Нина Валерьевна на мой взгляд внесла тогда существенный вклад нам было проще потому что этот фронт работ она тогда закрывала и закрывала очень хорошо параллельно с этим она вела физическую культуру ребят и они очень серьезно относились к этой дисциплине то есть это был такой очень основательно проведенная работа в университете которая готовит в общем-то кадров технические кадры значит продолжаю что же происходило дальше помимо различных научных исследований проводилось очень много больших мероприятий то есть я напомню что и первый чемпионат России по радуге да еще до профессиональных лиг и подготовка не только тренеров или организаторов а и других профессий да там и стримеров и так далее то есть этот пласт работы ввелся он был более такой видимый да ну и параллельно с этим исследования проводились дальше смотрелось есть понимание чем что в голове отличается чем голова играющего компьютерная игра то есть гейминг да от соревнующегося мы знаем какие зоны головного мозга более активирована и так далее это изложено и на конференциях и ну как и в научных статьях другой вопрос что это не ушло в аргументацию тех кто должен заниматься просвещением и это нигде не освещается на вот этих вот условно экспертных площадках да то есть киберспортивных то есть есть доказательная база чем геймер отличается от киберспортсмена и наоборот то есть мы проводили замеры и в условиях соревнований и условиях без соревнований да то есть и на интерес чтобы психика прежде всего знала что да это соревнования а не просто шоу-матч или показательная какая-то история то есть призовые делали и так далее и так далее то есть это изученные вещи которые ну на мой взгляд надо тоже как-то продвигать говорила ранее еще скажу значит что это же был 14-й год процессы шли то есть начиная там с 19-го уже выпуски были параллельно с этим магистратура развивалась и у каждого из тех студентов которые ну стремился иметь какой-то научный задел они добивались есть у ребят хорошее исследование и конечно же поощрить всех или там как-то осветить я не могу но вот расскажу только о том кто закончил аспирантуру эту магистратуру извиняюсь и говорился о киберспорте это вот Артем Константинович и на сегодняшний день уже преподаватель кафедры киберспорта ведущим в спортивном возе вот и в том числе помимо того что он главный тренер сборной Москвы по Валоранту у него блестящие показатели были и коммерческих профессиональных турнирах обращаю внимание что вот его исследования вот позволили нам допустим получить свидетельство государственную регистрацию программы для ЭВМ наша совместная авторская с ним разработка это программа для исследования когнитивных способностей киберспортсмена в дисциплине боевая арена тот период когда это были делали мой научный интерес концентрировался возле ДОТа и собственно Артём Константинович без проблем мы получили такие инструменты я выше говорила что нам нечем замерять одним из таких инструментов нам надо было мы сами сделали такие вот ну и тут же перечень его работ посмотреть насколько он разноплановый и вот разработка тренажерных технологий он дальше занимается и в нескольких дисциплинах и привносит такой серьезный вклад в том числе в разработку именно разработанность научную другой преподаватель о котором тоже я хотела бы сказать очень оригинальный исследователь мыслящий стартапер такой вот и собственник платформы киберспортивный Кликшторм которая собирает то есть у него ну большая выборка большая большие данные и он оригинально подходит к исследованиям массы статей научных ваковских зарубежных и в каждой из них вот именно оригинальный подход то есть где-то и понятильные какие-то вещи и нормативные вещи и как бы очень интересные исследователи и тоже обратил ну рекомендую обратить внимание к его творчеству и несомненно он носит большой значимый вклад ну в частности вот в качестве примера одна из последних статей это проблематика определения дефиниции термина биомеханика и технический прием в киберспорте вот казалось бы ну неподготовленному человеку непонятно о чем это коротко ну например техническая подготовка в циклических видах спорта это непосредственно правильное выполнение физического действия в интеллектуальных видах спорта ну в тех же шахматах технический прием это технический прием непосредственно в игре и вот где здесь ну грань в киберспорте то есть как правильно держать инвентарь и управлять инвентарем там движения допустим биомеханика руки или же технический прием непосредственно в видеоигре да там проведение там то что ну например в доте говорят микро да подготовка там вот и Алексей Сергеевич с авторами вот я бы отметила и других его здесь с автором очень тоже оригинальных ученых которые в том числе Лизе Сергеевна Шувалова который в настоящий момент с вами находится на острове Русский да вчера вот улетела к вам вот они над этим думают они привносят вклад и это тот дискурс который ну как чтобы получили мы прирост знания мы должны об этом говорить дискутировать и считаться с мнением что присутствует очень интересно тоже задел делает Максим Айратович Залилов это человек полностью из практики который перешел в вузы работает много преподает связывая да в том числе вот это академическое сообщество с представителями непосредственно индустрии киберспорта но при этом он тоже активно публикуется тщательно относится к текстам которые пишутся с авторами то есть всегда вносит вправки и всегда вот эти свои знания фиксируют обращая внимание кто пишет по менеджменту кто пишет про киберспорт около школы обратить внимание почему потому что помимо того что он сделал в самом киберспорте в такой фазе его институализации да коротко скажу что на сегодняшний день с 19 года работает кибершкола о которой я говорила рассказывая о себе в том числе и Максим Айратович вот собственно там и настроил весь киберспорт и кибершкола ну такая очень инновационная кто будет в Москве приглашаю придите посмотреть это школа в которой есть киберспортивная профессиональная арена это школа где уроки допустим география читается через географию киберспорта и так далее и так далее это школа которая не является киберспортивным интернатом не готовит киберспортсмена высокого уровня да это школа которая на интересе киберспорту формирует здоровую образовательную среду И вот ребята, выпускники нашей школы, они поступают в любые вузы. То есть они не... Хотя вот, на мой взгляд, создание спортивного, киберспортивного интерната – это тоже большая задача. И я бы с удовольствием поучаствовала в создании такого проекта. Такое отдельное заведение, где бы мы могли готовить киберспортсмена осознанно. Ну, я думаю, это будущее. А вот кибершкола, она есть. Опыт кибершколы можно тиражировать. И, собственно, Максим Горатович вот в этом учебном году уже запустил не в школе, а непосредственно в системе Департамента образования и науки города Москвы уже такую киберспортивную школьную московскую лигу с разными дивизионами, с большим диапазоном игры. И научный задел позволяет, в общем-то, аргументированно рассказывать чиновникам для чего, как и почему, собственно, развитие движется, в том числе на научном основании. Коротко, если говорить, собственно, чем я лично занимаюсь, что привнесла в киберспорте, помимо описательной части, это, в общем-то, меня очень интересует, можем ли с помощью видеоигр фиксировать физическую подготовку, в том числе не только интеллектуальную, физическую. И вот здесь работа 2014 года, мы тогда придумывали, даже реализовали модели с помощью как видеоигр, видите, тогда вот термин еще виртуальная игра, то есть это еще не 2017 год. И вот в этом направлении мы работали, мы систему сенсорных визуализаторов брали и так далее. Ну и плюс три года большой экспериментский был по Доте, я расскажу сейчас. Значит, ну и технология вот именно фиксации, да, обратной связи видеоигры и движения не отпускала. И в 2018 году совместно с компанией Ubisoft представителями в России, да, Ольгой Лазаревой прежде всего, и организациями двумя государственными крупными, это Федеральным институтом развития и образования, Федеральным центром организационно-методического обеспечения и физического воспитания, мы провели всероссийские состязания по киберспортивному танцевальному симулятору Just Dance, где участвовало восемь округов нашей страны. Мы танцевали от Калининграда и до Хабаровска, получили большой отклик организационный, и параллельно с этим в течение полугода мы делали углублённый педэксперимент на уроке физической культуры в пяти школах. Вот вы можете увидеть тоже на экране, в школах Москвы им одна школа Московской области в Люберцах. Мы вот сам эксперимент делали тоже такой очень сложный, инструментальный, насыщенный, и у нас есть достоверное подтверждение, что развивает игра, и даже мы получили то, что на уровне гипотезы не было. Например, снятие асимметрии, и ещё чего-то, ну то есть очень интересные вещи. И игра была очень хорошо воспринятой педагогами, как и всей России, так и, собственно, там, где проводился эксперимент. Но мы увидели, насколько неразвита нормативно-правовая база. То есть на сегодняшний день не только киберспорт, а сам спорт, урок физической культуры. Ну, нигде ничего зафиксировано, как применять цифровые технологии. Поэтому, ну, это тоже такая ещё задача, которую тоже надо будет решать. Но, обращая внимание, по этому эксперименту у нас тоже много написано. Есть статьи Иваковские, Скопуск. То есть мы показали, что мы намерили, и был большой такой очень тоже хороший позитивный резонанс непосредственно вот именно в регионах. Где-то продолжается, вот в том же Сургутском районе, в Сургуте. Артём Михайлович, там, джаз-дэнс у них там во всех школах и так далее. То есть очень так позитивно. Про мой эксперимент скажу буквально коротко, потому что у нас там время, большой тайминг. Я постараюсь. Значит, нашла технологического партнёра, крупнейшую майнинг-ферму. Провели турнир, выбрали команду. Но эта команда тогда, в 2018 году, стала официальной командой. Она выиграла чемпионат области. И у нас был такой эксперимент в рамках государственно-частного партнёрства. Значит, три года мы участвовали в разных соревнованиях, в том числе и серебряные призёры Кубка России были. За три года прошли через эту команду 28 дотеров. Несмотря на то, что эксперимент мы закончили два года назад, вот, собственно, капитан Владлен Гребеньков преподает у меня на кафедре, а также является капитаном в настоящий момент сборной города Москвы. Ну и на последнем чемпионате России серебро и, в общем-то, такое... И он же пишет сейчас диссертацию по тренировке дотеров, тоже обращая внимание, очень такой перспективный и учёный, да. То есть вот как бы это результирующая такая часть. Содержательная часть, помимо того, что мы там мерили и смотрели, я очень внимательно смотрела, как проводится организационное соревнование, что у нас считаем, насколько правильно, грамотно регламенты составлены, идентификация спортсменов и многие другие вещи, которые тоже надо решать, но невозможно решать это небольшим количеством учёных. И как учёная в тот период я осознала и увидела, что в компьютерном спорте есть особый вид подготовки, это коммуникативная подготовка, то, что не зафиксировано там в спортивной науке. И в том направлении мы двигались. Потом мы сделали ещё дополнительный эксперимент. Это фармкоманда, команда юниоров. Мы в Москве собрали восемь самых талантливых ребят, на наш взгляд, по доте по определённым критериям и делали углублённый эксперимент. Три месяца бесплатно мы их тренировали. Они вели дневники к киберспортсменам. Мы им тоже много тестов психологических. И, собственно, из этих восьми один сразу же буквально попал в тир-один. И мы получили научные данные, а у ребят, в общем-то, качественный тренировочный процесс был. В том числе в пандемию. Ну вот здесь, собственно, результаты. Это тоже опубликовано в статьях. То есть можете посмотреть и описанные модельные характеристики, и прирост, да, в зависимости от ММР и там многие другие вещи. То, что мы фиксировали. В период пандемии. И с этими ребятами озадачились физической подготовкой. И мы увидели, что, в принципе, разработанной системы специальной физической подготовки киберспортсменов тоже нет. Потому что аэробная нагрузка перед соревнованиями занимается. Ну, окисление. Это вообще-то противопоказано. И многие другие вещи. И мы в спокойном режиме пригласили очень хорошего специалиста Анастасию Щеголеву. И проводили зарядку. У нас есть много видеоматериала, которые когда-то, может быть, мы систематизируем и публикуем. Через день мы проводили специализированную физическую подготовку. И тоже получили такую как бы определенную обратную связь от ребят. И задел, который мы сейчас, в настоящий момент, в том числе через нейробатику, это система подготовки, физической подготовки, разработанная Калуцкими. И вот мы смотрим. И вот на экране здесь у нас, я просто ускоряюсь. Это уникальный эксперимент Сургутского района, где в восьми удаленных территориях ребята занимаются киберспортом. Это первая спортивная секция в стране, обращая внимание, еще до признания федеральных стандартов спортивной подготовки. Уникальный специалист Артем Михайлович Щепотев смог, значит, реализовать. И на сегодняшний день, на мой взгляд, Сургутский район за счет муниципальных денег, ну, наиболее такой образцовый по развитию непосредственно киберспорта. И в рамках киберсбора удаленно мы, собственно, ребятам, в том числе и особые физические упражнения показываем, накапливаем, опять же, эмпирические данные, смотрим, как это правильно развивать дальше. Значит, помимо доты, джаз-данса и описательных вещей, мы с психологами МГУ, в том числе и Федерального института развития и образования, делали тоже серьезные углубленные исследования, то есть доказывающие, обосновывающие, что есть те свойства, которые характерны спортсменам и так далее, и так далее, тоже рекомендую эти статьи. И про менеджмент мы тоже пишем, смотрим, и есть работа. Приходится, помимо того, что там и преподавать, и заниматься наукой, бороться с плагиатом, доказательные вещи, не очень приятно, но имеем то, что имеем, двигаемся дальше, внимательно смотрим, что пишут другие ученые, иногда очень радуемся, иногда видим несоответствие именно контингента выборки. То есть мы понимаем, что, чтобы сделать нормальное исследование, на уровне высших достижений надо иметь доступ к киберспортсменам и, в принципе, самим киберспортсменам. Чаще всего мы видим исследования на студенческом киберспорте, хотя мы понимаем, что там довольно такая, ну, очень разновекторная такая публика, и чётко зафиксировать, что та или иная игра или там уровень мастерства, в общем-то, не представляется возможным, но мы, конечно же, приветствуем всех, кто исследует, и про доту тоже много чего читаем, и хорошие исследования всегда популяризируем, ссылаемся, и эти знания, которые есть, привносим в образовательный процесс в том числе, но мы видим, что площадка разрознена, и даже вот учебные пособия, казалось бы, должны вроде делать тот, кто делает, а делают другие общественные организации. Обращая внимание, есть вводный курс киберспорт, разработанный Федерацией электронного спорта России. Тоже приветствуем, когда пытаются систематизировать, очень красивая подача, и тоже вникаем, что происходит, но четко понимаем, что исследования должны свестись по всем направлениям, спортивных вузов или экономических вузов, даже таких крупных, так, синергии явно недостаточно, то есть киберспорт все-таки очень сложное явление, и более того, идет сейчас цифровая трансформация спорта вообще, то есть и международное олимпийское движение серьезно сейчас озабочилось виртуальными играми, так они их называют, и проводится олимпийская киберспортивная неделя в этом году, да, сейчас отборочные идут, и они прежде всего развивают цифровые реплики видов спорта. Также наша страна стала инициатором «Игры будущего» или «Фиджитал спорта». Год назад прошли первые студенческие соревнования в формате «Игры будущего». Я настолько в них верила, что готова была даже инвестировать, потому что это важно. Ну, вот год мы наблюдаем, ну, посмотрим, как будет это развиваться. Явление меня же больше всего интересует, как тренировать фиджитал-спортсменов, да, что можно, что нельзя, и можно ли сперва двигательную активность, а потом киберспортивную, или только в одной последовательности, и на то есть определенные причины. Ну, и, как я уже говорила, у нас, ну, зачастую разрознены, да, исследования, и молодых исследователей очень сложно увидеть, и поэтому в том году я основала свой конкурс «Исследователь киберспорта», который состоялся в финал первого сезона 7 декабря. К жюри я пригласила, в состав жюри тех ученых, о которых я частично здесь сегодня рассказала, рецензентами те же исследователи, и в том числе функционеры и деятели, да, те, кто развивает киберспорт, о которых тоже говорила, и очень горжусь теми, кто победил, и на нашем сайте, сайте конкурса можно увидеть все видеоработы, то есть мы сделали такой формат, но и был передуман, что заранее участники присылали свои видеоработы, и они остаются в базе данных, то есть и мы не текстовые, а именно видеоработы можно прослушать, на сайте есть все 18 работ, здесь я горда сказать, что мою идею поддержали еще мои партнеры, и более 7 дополнительных номинаций введены, 6, и по разным направлениям, и в контакте в группе официальной нашего конкурса, вы можете посмотреть, увидеть, кто из ребят, и я скажу так, что у большей части этих исследователей и юных мы даже ничего не знали, то есть благодаря конкурсу мы узнали, что есть эти исследования, и победитель Кирилл Галич Галина, мол, с удивлением узнали, что у него вот прям уже диссертация на выходе, и с его слов полученные призовые, значит, заслуженно он хотел потратить непосредственно на публикации, на защиту своей диссертации. В этом году мы конкурс тоже будем проводить, будет второй сезон конкурса, приглашаем всех исследовать, киберспорт — это интересно. Спасибо за внимание. — Были вопросы из зала. Вы меня слышите, да, всё хорошо? — Да, да. — Да, у нас есть вопрос. Анатолий, как вас спросите? Сейчас, секундочку. — Здравствуйте, Ильина Николаевна. У меня был вопрос. Вы в какой-то один момент начали говорить о направлениях магистратуры. Подскажите, пожалуйста, есть ли какие-то направления магистратуры в каких-то других вузах, помимо московских, по направлению киберспорта? — По направлению киберспорта я не слышала, что есть магистратура. Но мы сейчас работаем над тем, чтобы иметь сетевые программы. То есть мы в «Синергии» сейчас в этом году первую программу запускаем. Это будет управление в киберспорте и в фиджитал-спорте. А вот мобильное и электронное образование — это та организация, в которой я тоже сейчас работаю. Мы планируем запустить первую аспирантуру по киберспорту. И в сетевой форме, с региональными в том числе организациями. Возможно, и магистратуру надо смотреть в этом направлении. Но так как я не видела магистратур по киберспорту, но в рамках менеджмента спорта, в рамках юриспонденции и так далее ребята пишут магистрские и по направлению спорт. И я часто рецензирую. В частности, сегодня ночью рецензировала работу магистрскую по высшей школе экономики. Значит, содержатель там про цифровые виды спорта. И большая часть глав содержательна именно про киберспорт. То есть вы можете учиться на направлении не киберспорт, но работу делать на предметном поле киберспорта. Большое спасибо за ответ. Спасибо. Секундочку. У нас есть еще вопросы из зала? Здравствуйте, Елена Николаевна. Меня зовут Дмитрий. Я студент ДУФУ, Дальневосточного федерального университета. И меня интересует тема. Вы говорили про эксперимент с дотерами, где вы, я не понял до конца цель, пытались вырастить самых сильных игроков. Это где еще команда заняла второе место на сероссийском чемпионате. И вот хотел привести в пример условно на тир-1, так скажем, уровне. Команда есть с самыми сильными игроками, где пять индивидуально сильных, но они не могут ничего добиться. И тогда вопрос, вот как раз таки, будет ли, может быть, лучше делать эксперимент с полным составом готовым, нежели индивидуально каждого возвращать и делать акцент на личном. Да, вопрос очень хороший, очень глубокий. Попытаюсь объяснить цель. Наша цель, как исследователь, была, в принципе, увидеть тренируемость. То есть можно ли это тренировать, развивать, форсировать. Одно. Это такая базовая цель. Ну, то есть разработать педагогические инструменты. То есть не создать спортсмена. Это цель тренера. А цель ученых – вооружить тренера инструментами педагогическими. То есть нам надо было понять, то есть в киберспорт просто приходят талантливые, уникальные, объединяются и выигрывают. Или можно ли это форсировано развить? Мы увидели, как развивать и так далее. Может быть, даже мы осознанно сейчас это не популяризируем, потому что это тоже как бы наша теперь такая, знаете, уникальная интеллектуальная собственность. То, что вы говорите, можно ли их собрать и сразу же на команде тренировать. Мой опыт, а три с половиной года шел эксперимент, я видела, насколько нестабильны составы сейчас. И независимо от ТИР-1 и ТИР-3. Здесь много психологических факторов и неустоявшиеся. Понимаете, вот если, допустим, ну, чтобы вы понимали, вот футболом в Российской Федерации занимается миллион человек. И собрать из занимающихся несколько лет там команды, да, ну, понятно, у них там и конкуренция и так далее. На сегодняшний день киберспортом именно занимаются, тренируются единицы. У нас только две спортивные школы в стране этим занимаются. Этого недостаточно, да, Новосибирск и, опять же, упоминаем, вот Сургутский район первый. Кстати, обращаю внимание, что дотер-дурачок как раз и оттуда, да. То есть Антон именно начинал там, где вот это все и хорошо развито. Цель вот такая была, то есть создать педагогические эксперименты. А то, что можно взять готовую команду и тренировать их, я в это не верю, потому что они уже приходят разные, и, ну, я в это пока не верю. Ну, все, понял, спасибо большое. У нас тоже вопрос? Елена, здравствуйте. Я вот тоже хотел бы задать вопрос относительно команд и как бы кратко узнать на уровне города, края, есть ли сборные по направлениям официальным киперспорта, там Counter-Strike, Dota, как попасть в такие сборные и где об этом узнать. Ну, и вопрос еще про монетизацию. Вот если, например, создается команда, она как-то, если участвует в соревнованиях, она поддерживается государством, есть там какие-то дотации? Ну, смотрите, вот вопрос хороший, и я чуть-чуть отвечу, ну, как бы то, что я думаю, да, а не как вот киберспорт, как только мы признали киберспорт видом спорта, на него распространяется вся законодательная база, как и на другие виды спорта. Но в нашей стране, Российская Федерация, есть, ну, условно, то есть я не железно говорю, а вот условно, мы условно можем разделить виды спорта, которые развиваются по двум совершенно разным моделям. Есть модели, у которых принцип территориальный, отраслевой, чаще территориальный, а есть виды спорта, которых основной, значит, вектор – это клубный спорт. Ну, например, чемпионат вашего региона, где бы вы ни проживали в России, по, допустим, ну, условно, лыжным гонкам, это будет чемпионат района. А вот чемпионат вашего же района по футболу – это будет чемпионат клубов, команд. Так вот, киберспорт в мире, он развивается как клубный вид спорта. И когда я работала в федерации, в холдинге, в том числе еще, это 16-й год был, да, последняя моя крайняя дата, я рекомендовала развивать изначально киберспорт клубно в стране, так, как он и есть, то есть естественно, органически, вот как он и функционирует в коммерческих турнирах. И, на мой взгляд, вот я… То есть мы можем иметь сборные команды в любом регионе, там небольшие деньги, через центры неолимпийских видов спорта, это все возможно. И, допустим, я на примере Московской области еще в 18-м году показала, что это и по бумажкам легко, и так далее, и так далее. То есть это все реально. Раз в году ребята проходят переаттестацию, показывают спортивные результаты, допинг-контроль, вот это все, это все очень стандартизировано. Но если чуть-чуть более глобально ответить, и я постараюсь сейчас очень емко сказать, вот сейчас, в настоящий момент, российский киберспорт может спасти только создание клубов, региональных клубов, киберспортивных команд на основе государственно-частного партнерства. То есть условно, например, в вашем крае группу ребят определяется на чемпионате, пытаетесь максимально их легализовать, сделать сборной официальной края, при этом при поддержке локального бизнеса, делаете им дополнительное, ну вот, финансирование. Ну, у меня так вот, команда была, у меня, значит, они были в центре неолимпийских видов спорта Московской области, и параллельно большая часть зарплаты, понятно же, шла из технопарка Пушкина, да, майнинг-фермы и так далее. Что такое симбиоз дает? То есть для вас это непривычная модель, потому что если вы смотрели на ТИР-1 команду, это всегда сугубо коммерческая организация и так далее, такой подход дает следующее. Если у ребят легальный статус, и они являются в сборной области, это значит все региональные СМИ их поддерживают, это значит представители исполнительной власти присутствуют на соревнованиях, это значит упорядочиваться процесс, и идет такая, ну как бы, правильная легитимизация. С другой стороны, если это локальный бизнес, который продвигается за счет региональной команды, это, ну как бы, нормальный, здоровый интерес бизнеса, да, и у ребят есть возможность иметь дополнительное финансирование, и в том числе быть амбассадором этого бизнеса, да, вот в другие регионы страны. И я глубоко убеждена, что если сейчас в настоящий момент, допустим, условно в этом году, шесть региональных таких профессиональных команд появится, потом восемь, двенадцать, и чемпионат России, на мой взгляд, должен состоять именно из чемпионата этих команд. Ну и плюс, конечно, иметь еще там открытые, то есть инвайты должны быть для этих команд, вот как, грубо говоря, там выше дивизион, да, и должны быть еще там несколько мест, которые, собственно, другие команды, начинающие стаки, могли бы подняться. И тогда бы это было и зрелищно, и регионы бы болели, и, ну вот, другого пути, вот в настоящий момент я не вижу. Ответила? Да, большое спасибо. Очень развернуто. Аж такую статью где-нибудь захотелось, потому что такая уникальная информация. Надеюсь, скоро появятся у нас региональные команды, и будет турнир. Очень хотелось бы, и я была два года назад у вас на острове Русский, и я была потрясена вот вашим отношением к киберспорту. И не так давно наша власть в стране сказала, что развивать надо киберспорт с Дальнего Востока, и хотелось бы увидеть ТИР-2, ТИР-1 команды именно вашего региона, устойчивая команда с брендированием, со всеми вот вытекающими маркетинговыми стратегиями. Елена Николаевна, еще у меня есть вопрос, такой относительно, наверное, всего вашего университета. Вот про исследования, очень много исследований мы сейчас увидели. Я так понимаю, ваши студенты тоже какую-то практическую базу делают, проводят какие-то исследования. А подскажите, пожалуйста, у вас именно при изучении киберспортсменов, это ребята, которые обучаются у вас, или у вас есть какие-то выходы на сторонние организации? Откуда вы берете именно киберспортсменов? Ну, в том числе они же наши студенты. Ну, я говорила и про спортивный вуз, а сейчас вот я работаю в университете Синергия, да, у нас в этом году только первый выпуск. У меня 23 студенты сейчас пишут выпускные квалификационные работы по менеджменту киберспорта. Из них, ну, практически вот 13-го числа мы должны загрузить в систему, 27-го у нас защита. И вот из тех ребят, кто сейчас пишет, ну, на мой взгляд, 6 работ, ну, просто прекрасно. То есть вот очень интересно там и сравнительно-сопоставительный анализ коммуникационных площадок, и разработка авторской стратегии продвижения профессиональной лиги и так далее. То есть очень интересные ребята. И вот если им надо опросить или там, ну, иметь доступ к профессиональным киберспортсменам, у нас в нашей же группе один студент живет сейчас в Сербии и непосредственно освещает Европейскую лигу. Вот, и он имеет доступ, понятно, ребятам дает связи. Ну, понятно, все же это в сети можно быстро сделать, да. И плюс, ну, учатся студенты, тут же Иван Москаленко учится у нас сейчас, это наши студенты, Моноси тоже у нас учатся, да. Спасибо большое. У нас, наверное, всё. Большое вам спасибо. Было очень интересно вас слушать. Будем ждать вас ещё на панельной дискуссии через уже меньше часа осталось, получается. Ну, хорошо, приглашайте, да. Да, всё, большое спасибо. Всё, всем спасибо. Ставься, Субтитры создавал DimaTorzok Продолжение следует...